Дорогу активно начали использовать в 50-е годы прошлого века. Развитие колхозов и совхозов в этой части края шло активно, и дорогу там накатали. Сначала была грунтовка, которую иногда посыпали гравием, а в 90-е годы тракт превратился в кучу мусора, который вывозили туда все коммунили. В последние 10 лет дорогу стали периодически ровнять гравием, и ею можно было пользоваться, но с большим риском утонуть в лужи или остаться без исправной подвески. Так что жители хутора Капанского новости о том, что у них скоро будет новая дорога, восприняли позитивно. Лечи или колдобосинами, или ровная дорога. Как вы думаете? Конечно, хорошо будет. Естественно, конечно, облегчит. Целый поток пойдет из красных партизан. Во-первых, уменьшится трафик на кладбище, и часть мусорной плашины уйдет. Участок, который начали строить, это часть того самого Таманского почтового тракта. По нему шел в город Екатеринодар через скутер Капанской, станицы Ивановскую, Новомышастовскую, индоевропейский телеграф. Да, тот самый, соединяющий Индию и Европу длиной более 11 тысяч километров. И вот теперь, уже в 21 веке, у него начинается новая жизнь. Продолжение следует...